Руководство Санавиты планирует открыть на базе медицинского центра дневной стационар и проводить ротацию узких специалистов круглогодично. Об этом главе региона Александру Цибульскому во время его первого визита в Санавиту рассказал исполнительный директор Заполярного медицинского центра Виталий Моисеев. Подробности в нашем следующем сюжете. В рамках ознакомительного визита в медицинский многопрофильный центр глава региона осмотрел кабинеты, в которых осуществляется прием пациентов. Здесь же есть процедурный кабинет и небольшая лаборатория. В будущем руководство Санавиты планирует открыть дневной стационар. Мы сейчас лицензию получаем. Я знаю, что тоже спрос есть большой. Мы хотели бы его делать. Но у вас всего будет одна конкурса? Нет, четыре. В одном помещении? Да. Там метраж, соответственно, позволяет. Три сто процентов, четыре, это мы еще посчитаем, если бы не стимили и так далее. Сегодня в медицинском центре прием пациентов ведут специалисты из окружной больницы и поликлиник. Глава региона обратил внимание, руководство Санавиты на то, что такое совмещение работы не должно сказываться на пациентах. Из поликлиники и больницы направляют к вам за деньги делать то, что могут делать у себя бесплатно. Скажу честно, я лишь выражаю мнения граждан, с которыми я лично встречаюсь, а не говорю. Но я надеюсь, что этого не происходит. Нет, не происходит. С точки зрения альтернативной медицины, медицинская часть оплачивается по ПУМС, конечно, здесь условия несравнимы с нашими больницами и поликлиниками. С определенной периодичностью руководство медицинского центра приглашает в Наринмар специалистов из соседнего региона. В настоящее время у нас основная задача, она уже почти решена. Мы хотим организовать ротацию специалистов круглогодично, то есть тех узких специалистов, спрос на которых есть, но по объективным причинам, услуги которых округ обеспечить не может. Буквально сегодня мы разговаривали по поводу приезда репродуктологов, эмбриологов и гинекологов. Разговаривали с одной из клиник Архангельска, а не рассматривать вариант сотрудничества совместного. Александр Цибульский предложил руководству Заполярного медицинского центра рассмотреть возможность сотрудничества со специалистами из более крупных городов. В целом, своим визитом в Санавиту глава региона остался вполне доволен. Я не пользовался, не знаю, как оказываются непосредственно медицинские услуги, но с точки зрения визуального восприятия, конечно, современный медицинский центр оборудован хорошими современными средствами для оказания медицинских услуг. Надеюсь, что и качество этих услуг соответствует тому техническому оснащению, которое в нем предстало. Мне бы очень хотелось, чтобы медицинский центр Санавита не становился прямым конкурентом наших окружных медицинских учреждений, а все-таки предоставлял те услуги, которые либо не могут быть оказаны в поликлинике и больнице, либо предоставлял уже те дополнительные услуги, за которые потребитель готов платить деньги для того, чтобы получать услуги, не входящие в общий пакет бесплатного медицинского обеспечения. Медицинский многопрофильный центр существует в Наринмаре чуть больше года. На открытие Санавиты в мае 2016-го его учредители получили окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей. В августе прошлого года медицинский центр получил 1 миллион рублей из бюджета округа в качестве субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.